Еще год назад не было ни выпускных, ни утренников, а аттестаты ученикам и вовсе выдавали по почте. Наконец-то побывать на празднике своих детей в детском саду для родителей оказалось радостной новостью. Возможно ли присутствие родителей на выпускных в указе не сказано. Однако статистика заболеваемости коронавирусом оставляет желать лучшего. Если кто-то желает, пожелает прийти с учетом еще раз событий последних дней, конечно, директор школы заранее должен сформировать эти списки и родительская общественность отнестись с пониманием, что в последний момент вот так вот приходить. И если вдруг не пустят, то не пустят не потому, что там кто-то захотел навредить, поиздеваться, а именно потому, что безопасность сейчас приоритет номер один. Если смотреть на статистику, то ежемесячный прирост заболевших действительно меньше, чем осенью прошлого года. На октябрь и ноябрь пришелся пик заболеваемости и смертности. Однако можно увидеть, что снижение ежемесячного прироста нестабильно. Так, после двух тысяч заболевших в декабре, в январе и феврале снова регистрировали более пяти и трех тысяч соответственно. Маска, перчатки и градусник. Именно эти предметы стали символом пандемии для каждого из нас. В течение более года законодательные меры по нераспространению коронавируса были довольно жесткие. Но на практике мы видим обратное. Сегодня мы уже почти вернулись к привычному образу жизни, прямо как в беззаботный февраль 2020. Такой паники и тревоги, как раньше, больше нет. Возникает вопрос, а не рано ли мы расслабились? Расслабляться рано. Расслабляться рано и тем, кто вообще-то регулированием занимается, и нам, простым гражданам, массовые мероприятия. Надо в этом деле, мне кажется, остановиться. Потому что лето тоже само по себе время контактов, шашлыка, сада облагородных, транспорта. А самое главное, мне представляется, это все-таки усилить вакцинацию. В Израиле 60% вакцинированных, в Соединенных Штатах 40% вакцинированных, а у нас 6,6% полной вакцинации. Конечно, скоро будет примерно процентов 20. Статистика заболеваемости в других странах действительно настораживает. Индия бьет все рекорды. Ежесуточный прирост порядка 400 тысяч заболевших. На 100 тысяч жителей приходится 29 тысяч заболевших. В Москве на 100 тысяч приходится 22 тысячи. Разница не очень существенная. Эпидемиологи бьют тревогу. Нужно, естественно, сознательное отношение населения. Потому что я уже отметила в самом начале, что, к сожалению, активность снижается. И на первом этапе вакцинации в основном все-таки охотно шли на прививки лица более старшего возраста, 60+. Лица среднего возраста, молодежь, они как-то менее активно к этому отнеслись. Но, правда, сейчас те требования, которые предъявляют ряд стран по посещениях и прочее, в определенной степени подтолкнули и более молодой возраст населения. Статистика заболеваемости в Оренбургской области остается тревожной. Однако на 9 мая мы гуляли на широкую ногу. В это же время запретили концерт музыкальной группы «Нойз МС». Тогда многие оренбуржцы высказали позицию, а не остается ли ковид удобным поводом запрещать неугодные мероприятия. Конечно, двойные стандарты есть, их очень много. Это решение имеет политическую логику. Что-то должно быть закрытым. Чтобы губернатор показывал Роспотребнадзорам, руководителям из округа, из Москвы, что у нас есть какие-то ограничения. Пивные по факту все равно работают так или иначе. Ночные клубы какие-то не работают. Кто-то там находит лазейки. В Оренбургской области привито от силы 10% населения. Говорить хотя бы об отмене масочного режима можно будет, когда процентов 50%. Эпидемиологи утверждают, что в борьбе с коронавирусом необходим коллективный иммунитет. Поэтому важно привиться как можно большему количеству людей. Региональный Минздрав планирует привить до 1 сентября 60% от взрослого населения области. Это более 905 тысяч человек. По факту на сегодняшний день привито более 205 тысяч человек. По итогам опроса нашего телеканала 87% все же не хотят прививаться. Главная причина – это боязнь осложнений после вакцинации. Немало и тех, кто не верит в эффективность вакцины. Статистика заболеваемости и смертности мутации вируса ее по других стран показывает, что бросать ситуацию на самотек еще очень рано. Двойственный подход власти к проведению массовых мероприятий удивляет, однако подвергать себя риску, посещая их или нет, каждый выбирает сам. Медики призывают вакцинироваться и обращают внимание, что спустя время прививку нужно делать даже тем, кто переболел ковидом. В Оренбурге по выходным дням работают мобильные пункты вакцинации в торговых центрах «Армада» и «Кит». Бонесса Петерс, Екатерина Цорина, Артем Букреев, городской телеканал ЮТВ.